Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. Перед просмотров поставьте лайк, комментарий. Это поможет со стимул больше для вас снимать видео. И, кстати, решать ваши проблемы какие-то простыми ритуалами, простыми способами. Умбанды и кимбанды. Это мой авторский ритуал, естественно. Понту Рискаду тоже мной создана. Как говорится, так. Переклад болезни на врага. Естественно, лучше для ритуала знать имя врага четко, да, чтобы не ошибиться потом, да. И знать, какая болезнь именно у вас, да, произошла. Вот. Если она в результате магии, тоже подействует. То есть, если, допустим, порча появилась на вас или болезнь в результате порчи, в результате негатива какого-то. Или кто-то на вас перекинул, или вы от кого-то подцепили, так сказать. Много чего бывает. Этот ритуал был разработан очень просто, на основе традиций кимбанды или умбанды, да, более белой чистой стороны, так сказать. Не темной, да, магией. Вот. Можно даже назвать белая магия. А вот, сантерия, мбанды, кимбанды. Как вам удобно? Кто-то вуду называет. Вот. Что нам понадобится? Естественно, имя врага, привязки. Если есть, можете на данное понто-рискадо, то есть, или на синей ткани, или на белой ткани углем чертим. Можно на черной тоже мелом начертить. Вот. Вот. Но лучше, конечно, на синей ткани, она более сработает быстрее. Или на фиолетовой, психически быстрее действие будет. Так. Вы чертите все, как вот видите тут, да? Надеюсь, видно. Чертите полностью. Начертили. Естественно, думая о враге, то, что вы хотите ему все вернуть. Вот, что он заслужил, и так далее. Или вкатю. Но это сработает, как порча на него. Вот. То есть, он будет болеть, а вы будете здороветь постепенно. Вот. Дальше. Если есть сигаретка, можете обдымить сигареткой одной, да? Обращаемся просто к Эшуа. Просто Эшуа просим о помощи. Дальше, что вы делаете в данный момент? Дальше вы делаете следующее. Вам понадобится лучше, конечно, красная свеча. Если нет красной, то белую можете. Пишите иголкой имя врага. Пишите, то есть, от себя отдаю такому-то болезнь, да? То есть, вот так. Снизу вверх пишем. Что от себя такого-то, такого-то человека я передаю болезнь такому-то, такому человеку. Что вы делаете? Смазываете маслом камфором. Вот. И обрезаете немного чистый чеснок, очищенный. Вот. Вам нужно его срезать, просто срез сделать, да? И натереть полностью вот имена, свое имя вот этим чесночком, да? Вот. Вы натерли. Вот. Ставим в центр, естественно. Что вы дальше делаете? Если есть блюдо какое-то, тарелочка, да, допустим. Допустим, если есть привязки врага, вы можете положить туда, под свечу или под тарелочку. Ставите белую тарелочку. На тарелочку раскладываете данные травы. Это можжевельник, естественно, и мята. Что-то из этого должно у вас быть. Но других трав у вас нету, потому что которые есть, травы более такие, которые в России не растут, я не буду, как говорится, эти давать вам, потому что это бестолку. Вы не найдете их. Вот. Уже были инциденты, когда не могли найти моровник. Вот. Ладно. Вот. Самая, по сути, простая трава растет, как сорняк. Вот. Птичегорец тоже найти не могли. Это просто дичь какая-то. То есть, вы положили, вы обложите, то есть, вот этими травами вокруг на тарелочку, да? Или можете сюда положить, допустим, да? То есть, вы сюда обкладываете вот так, да? Вот. Вы обкладываете, обсыпали это. Если сухой можжевельник, ничего страшного, обсыпаете, ложите, как говорится. В центре все это находится. Вот. И вы просите своими словами, медитюра, естественно, да? Руками держа. Своими словами, эшо, отправить весь негатив, порчу, проклятие. Там болезни на вас какие есть, да? Страшные в результате негативы, возможно, получены. Возможно, вам враг в спину это, как говорится, крикнул или сказал, да? Или желает постоянно, терроризируя вас. Прокляная. Вы ему отправляете это, вот. Ну, так сказать, это внедрится, судя по символике, если кто шифрует легко графическую магию, это вкачивание в него. Как в бутылку вы вливаете. Вы четко представляете, как вы это делаете. Вот. Свеча у вас, конечно же, лучше побольше, чтобы было. Чтобы она горела и подольше, да? То есть, вы можете три дня делать. То есть, зажгли, потушили свечу, там, допустим, не дунув на нее, а чем-то затушил, да? Вот. Какой-нибудь палочкой, еще чем-то. Ну, то есть, есть специальная, так сказать, тушилка на время. Потом вы, естественно, можете так три дня делать, пока свеча не догорит до конца, да? Как только догорела до конца. Если у вас одна свеча, как говорится, можете три свечечки красные так делать, мазать и ложить можжевельник, как говорится, и мяту вокруг, да? Вот. Дальше. Когда у вас свеча догорела полностью, естественно, уже эффект запустился знать человеку настолько хреново, что он тоже по больницам гуляет. Вот. Чаще у меня было так. Вот. В течение где-то недели уже человек ходил, как будто у него состояние, как будто, как сказать, иммунитет не то, что пал, а начали железы. То есть, реагировать. То есть, его понесло, понос начался. Ну, ладно. Не буду рассказывать. Жуткие ужасы. Вот. Когда вы это сделали, естественно, вы, то, что есть можжевельник, вот это все, чеснок, то, что у вас осталось после ритуала, агарки, свечи, сигаретка, которая была, можете сладости еще какие-то, да? Это стираете. Вот. И вы это относите под сухое дерево. Любое сухое дерево закапываете, можно туда оставить еще сладости. Эшо любит сладости. Это то же самое, или акуа, чем-то похож. Вот. Только в химбанде, люмбанде. Вот. И вы оставляете ему сладости, как говорится, вот эти, агарки, свечи, агарки, сигарет, вот эти, как говорится, то, что у вас есть, тоже оставляете. То, что там осталось у вас, агарки, свечи, то есть, вот эти травки, муравки, чеснок, который использовался. Вы это относите, вот. Вот. Можете еще оставить там спиртного, там водки, допустим, с перцем и так далее. Вот. Если есть кукурузная группа, можете туда добавить тоже. Попросив его, естественно, полностью перекачать с вас болезни, но в пределах разумного, естественно. Вот. И потом все. Потом уже ставьте, можете защиты ставить, еще что-то, чтобы потом назад это не прикатило к вам. Ну что ж, всем удачи, успех, с вами был Александр Печуев. Как говорится, луна тут не имеет значения. Ставьте лайки, комментируйте, репостите. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok